Итак, у нас сегодня новомесячие, месяцы Яр, и, как я уже говорил в начале, главное содержание всего этого месяца духовное – это освящение наше. Наш путь изо дня в день к приближению ко Всевышнему, через познание Машеха и Ешуа, через отрезание или обрезание сердец наших. Наша душа всегда жаждет справедливости, так вот, надо обрезать свою душу от этой жажды. А сегодня я хочу коснуться одного для нас, в общем-то, решенного вопроса. А суть вопроса в том, с какого дня начинать считать счет Амеры? У вас никогда не возникало такого вопроса? Как правильно, с какого дня надо начинать счет Амеры? Со второго дня праздника Песах, 16-го Ниссана. У вас как бы нет с этим вопросов, но, когда я начал смотреть, почему у людей возникают эти вопросы, я увидел, что даже в латышской Библии к такому выводу вообще невозможно прийти. В немецкой Библии там то же самое, там невозможно прийти к такому выводу. Больше скажу, в новом переводе Международного библейского общества, там тоже к этому выводу, что счет Амеры надо начинать со второго дня после праздника Песах, тоже невозможно прийти. То есть, наша сегодняшняя главная цель – получить для себя аргументацию из слова, почему счет Амера нужно начинать вести со второго дня после праздника Песах, то есть 16-го Ниссана. Почему первый сноб, вот этот Амер, нужно приносить в жертву Всевышнему, чтобы обрести благоволение, как написано, 16-го Ниссана на рассвете, то есть на второй день праздника Песах? Где основание в слове этому? В общем, мы будем разбирать, по большому счету, 11-й, 15-й, 16-й стихи 23-й главы Левит. Но чтобы наш разбор полным был, мы коснемся и заповеди о Шабате, которую Бог дает в этой главе, и заповеди о Песах, и о самом счете Амера до Шиваот. То есть вот такая наша программа сегодня, и, как я уже сказал, главный вопрос, с какого дня нужно начинать счет Амера, потому что это же очень важный вопрос, подумайте. В зависимости от того, с какого дня вы начнете считать счет Амера, определяется тот день, когда наступает праздник Шиваот. И на праздник Шиваот никак нельзя промахнуться, чтобы прийти не в тот день. Почему? Потому что, если смотреть на историю, которая реально задокументирована в Писаниях, мы видим, что еврейский народ вышел из Египта 15-го Ниссана на рассвете. В горе Харив пришел 1-го Сивана. Готовился ко встрече с Господом, и 6-го Сивана Бог говорил народу 10 заповедей. И это очень четко отражено в хронологии, в иудейских источниках. В этом нет сомнений. Более того, когда мы начинаем читать Новый Завет, мы видим, что именно в этой же самой последовательности, в точности в такой же хронологии, происходило все с Ешуа. 14-го Ниссана, на заходе солнца, как написано в Торе, был распят Ешуа. Мы знаем, что Ешуа был распят в полдень, но у пророка написано, что именно в полдень закачу солнце, будет такой день. То есть, закат солнца произошел в полдень. И те три часа тьмы, которые некоторые думают, что это было затмение солнца, на самом деле, это был закат солнца. А если был закат солнца, значит, начался уже новый день. Это то знамение, которое дает Бог. Понимаете, знамение, которое дает Бог, они никогда не вписывались в ряд естественного течения времени этого мира. Вот помните, Езекия заболел. И Исаия пришел, говорит, давай, готовься, ты умрешь. Езекия начал молиться. Бог возвращает Исаию, говорит, скажи Езекии, что он выздоровеет. Езекия говорит, а какое свидетельство? Исаия говорит, вот тебе Бог даст знамение. Солнце поднимется обратно на десять ступеней. Когда мы говорим о знамении от Бога, это чудо, которое, в общем-то, не вписывается в понимание, нашего понимания времени. Как это возможно, чтобы тень поднялась обратно на десять ступеней? Как это возможно? Это что, солнце начало в другую сторону вращаться? В нашей голове это не вмещается. Это знамение от Бога. Так вот, знамение Ионы, как Ешуа сказал, у него спрашивают, какое ты дашь нам знамение, что ты действительно тот, за кого себя выдаешь? Ешуа говорит, кроме знамения Ионы пророка, никакого знамения не будет. И это не Ешуа, как бы от себя что-то делать, вы же понимаете. А это знамение от Бога, что Ешуа и есть тот Мессия. Солнце закатилось в полдень. Так вот, солнце закатилось в полдень 14-го Ниссана, но в уставе праздника Песох, мы знаем, что на другой день, после первого дня праздника Песох, нужно приносить первый сноб Амера. Ну и в тот год, когда был распят Ешуа и воскрес, первый день праздника Песох, священное собрание, он выпадал именно на шаббат. В Писаниях Новозавета мы это видим. И поэтому на следующий день, после шаббата, воскресает Ешуа, как написано в Торе, на второй день праздника Песох, принесите в жертву первый сноб Амера Ячменя. Так оно и было. И на 50-й день, 7 полных недель от этого дня было отсчитано, 49 дней, и на 50-й день в Иерусалиме, куда к этому времени собрались иудеи со всего мира, и сливается Дух Божий. Вот то чудо, которое мы читаем во второй главе Деяний. И в итоге, если вместе сложить эти два исторических события, выход народа из Египта, и то, что происходило во времена Ешуа, начиная от распятия и заканчивая праздником Шевод, как завершающей стадией праздника Песох, мы видим, что происходило все это в те же самые даты, в те же самые сроки. И из этого уже можно сделать вывод, что очень важно правильно считать этот счет Амера, чтобы попасть именно в тот день, в который Бог будет изливать свою благодать, как Он делает это, как делал Он это во времена, которые описаны во второй главе Деяний, как Он делает это каждый год. Я думаю, что Слово Божие неизменно, и все, что сказано в Слове, оно так и происходит. То есть наш главный вопрос, как же правильно считать? И откуда этот вопрос возник? Вот я вам прочитаю, значит, ну, вы синодальный перевод все читаете, и у вас не возникает вопросов. Там написано так, как мы и понимаем, на второй день после праздника. Но если смотреть Латышскую Библию, Немецкую Библию, если смотреть все Библии западных стран, в том числе Америки, и везде, где через эти страны прошла евангелизация, и распространялись Библии, изданные в этих странах, то там написано по-другому. Я вам сейчас читаю новый перевод международного библейского общества. И он как раз отражает вот то понимание, которое есть в Библиях, которые, как я их для себя назвал, принадлежат западным церквям. Ну, если исходить из книги Откровений, не восточным, ассийским, а западным церквям. То есть, церквям, которые зачаты римской католической церковью, рожденной в Риме в 325 году. Значит, вот какие переводы. 11 стих, Левит 23. Пусть он потрясет снов перед Господом, чтобы он был принят вам во благо, пусть священник потрясет его в день, который следует за субботой. Дальше читаем. Левит 23, 15 стих. От дня, следующего за субботой, дня, когда вы принесли снов в приношение потрясания, отсчитайте семь полных недель. В чем проблема? Проблема в том, что если праздник Песох, первый день праздника Песох, попадает на какой-то день недели, среди недели, то, согласно этого текста, нужно дождаться очередной субботы, и потом, после этой субботы, на следующий день, переносить первый снов, и также с этого дня надо начинать счет Амера. Вот этот 50-й день, чтобы прийти к празднику Шиваот. То же самое Левит 23, 16. Отчитайте 50 дней до дня, который идет за седьмой субботой, и принесите Господу приношение из нового урожая. И представьте, сколько людей в мире, они же искренне перед Словом Божьим, они читают, как написано, и понимают, как написано. И у них вообще мыслей никаких не возникает, что может быть по-другому. Откуда все это идет? Все это идет от первоисточника, который называется Вульгата. Вот в Википедии Короткая справка Вульгата переводится как общепринятая версия общедоступная Вульгата версио. Это латинский перевод Священного Писания, восходящий к трудам Блаженного Иеронима, 345-420 год. К концу 4 века нашей эры возникла потребность в едином и достоверном тексте Латинской Библии, на котором Западная Церковь могла бы основывать свое учение. Эта задача была поручена Иерониму, крупнейшему знатоку Библии и секретарю Папы Римского Дамасия I. Иероним свободно владел греческим и латинским языками и хорошо знал и греев нееврейский. Над переводом работал более 20 лет. То есть, после Никейского собора, после рождения католической церкви, возникла необходимость в латинском переводе общедоступно, как здесь написано. За 400 лет до этого примерно 3-2 век до нашей эры в Александрии 70 мудрецов еврейских по поручению царя Птоломея переводили Тору и Танах на греческий. И, по сути, не было никакой нужды еще на этот перевод делать какие-то латинские переводы, потому что греческий язык был общедоступен и в 3-м и в 4-м веке. Так вот, если смотреть перевод с 70-ти септуагенту, то он полностью совпадает с синодальным переводом. Вернее, правильнее сказать, именно синодальный перевод, а еще точнее церковнославянский, который сделан Кириллом и Мефодием, ну, церковнославянский перевод Библии, это 10-й век, по-моему, нашей эры. Так вот, церковнославянский перевод Библии сделан именно с септуагинтой. Поэтому, когда мы читаем сейчас синодальный перевод, у нас не возникает никаких вопросов по поводу того, как правильно отсчитывать в счетом эра. То есть, 70 мудрецов за 3 века до нашей эры, до прихода Ишуа, сделали перевод на греческий, в котором говорится 11-й стих, это перевод септуагинты. Он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение, на другой день праздника вознесет его священник. 15-й стих. Отчитайте себе от первого дня после праздника от того дня, в который приносите сноп потрясания 7 полных недель. То есть, в чем разница с переводом вульгаты, в чем разница с переводом международного библейского общества с новым переводом? В том, что там, где в вульгате стоит слово суббота и во всех переводах сделанных с него, у 70-ти в септуагинте стоит слово праздник. Потому что, если смотреть значение слова суббота, это и суббота и праздник, а если смотреть слово суббота во множественном числе, то это еще и недели в множестве на число. Шабатот в конце Т. Это я забегаю немножко вперед, чтобы понять, откуда проблема идет. шестнадцатый стих септуагинты перевод 23 глава левит тоже написано до первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней. А в вульгате и в новом переводе международного библейского общества отсчитайте 50 дней до дня, который идет за седьмой субботой. Слышите как? В септуагинте отчитайте до первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней. Конечно, вам трудно это все на слух воспринять, но мы видим, что это очень серьезная проблема, серьезный вопрос, потому что именно от того, как считать, многое зависит в жизни человека. Именно от того, когда приносить первый сноб, зависит то, будет ли благословение на урожай, который человек посадил в поле. Даже в таких простых вещах. Потому что каждый крестьянин в Израиле верующий, он знал, что по закону Бога до того, как не будет принесен в жертву первый сноб Всевышнему, нельзя из нового урожая ничего кушать. Но в тот день, когда утром на рассвете принесен этот сноб потрясания, с этого дня можно уже кушать семена и весь урожай нового урожая. И будет благословение на весь урожай, который ты посеял. Если ты будешь кушать до того времени, как принесен сноб потрясания, то тогда ты можешь потерять это благословение на урожай. Посадишь много, пожнешь мало. То есть, очень важный вопрос, даже в таких практических вещах. я уж не говорю о духовном значении этого вопроса. Подумайте, какое разделение в Божьем народе даже сегодня и все предыдущие две тысячи лет, тысячу семьсот, если быть точным, идет разделение в людях, которые читают одно и то же Писание из-за неправильных переводов. Откуда это все пошло? Почему в Ульгате так написано, почти мы все птоагенти так? И кто же на самом деле прав? Давайте попробуем разобраться. Для этого нам надо немножко погрузиться в Тору и увидеть, как же там написано и что там написано. Сразу скажу, что эти споры, они уже были давно, даже во времена второго храма. Значит, в Торе мы читаем Левит 23.11. Ну, начало тут как бы нет никаких вопросов. Он вознесет этот снов пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение, а вот то, что переводится в Синодальном на другой день праздника вознесет его в вульгате и всех переводах западных церквей в день, который следует за субботой. На иврите написано «Мимо хорот а шаббат енифену а коген». и вот это сочетание «Мимо хорот а шаббат» если вот просто смотреть по тексту, так и можно перевести на завтра после этого шаббата. Слышите? То есть как бы в самой торе если не вникать глубже то можно увидеть что этот перевод что на следующий день после субботы он как бы имеет место. И по сути именно определение вот этого дня в который надо приносить снов потрясания зависит и то каким будет 50-й день. Именно от этого дня надо отсчитать 7 полных недель и тогда выходим на 50-й день. Что же значит «Мимо хорот а шаббат» на завтра после этого шаббата. Вот эта приставка «га» шаббат она уже сама по себе о многом говорит. Что такое «га» вы врите. Вы уже знаете я много раз вам говорил. Это приставка которая конкретизирует тот предмет о котором идет речь. Если я скажу вам вот здесь у нас несколько столов стоит я скажу принесите мне стол и вы возьмете любой стол и принесете. А если я вам скажу принесите мне вот тот стол то вы уже точно будете знать какой стол. В принципе уже понимание вот этого определенного артикля достаточно для того чтобы задуматься над тем а к какому шаббату привязывает нас стих этого писания когда говорится на другой день после этого шаббата принесите этот снов потрясания. И ответ дает на понимание к чему привязывается вот этот другой день другой день второй день то есть был первый день это первый день праздника Песох и он назван днем в который нельзя делать никакой работы в этом стихе это седьмой стих написано в первый день да будет у вас священное собрание никакой работы не работайте и здесь не написано что этот день назван шаббат просто написано первый день никакой работы не работайте я вам говорил что слово шаббат его можно переводить даже вот по стронгу это 76 76 это и суббота и праздник а если смотреть слово суббота во множественном числе то это еще и недели множественное число шабатот о сути самого шаббата как седьмого дня мы сейчас поговорим не случайно дается устав самого праздника шаббат здесь же в 23 главе левит мы потом чуть подробнее посмотрим я сейчас хочу сказать что до 23 главы книги левит наше понимание шаббата было никакой работы не работайте и светите этот день значит когда мы читаем на другой день после га шаббата то вот это другой день связывает нас с первым связывает именно вот этой приставкой га потому что на другой день после вот этого конкретного шаббата в который вы ничего не делали помните седьмой стих написано никакой работы не делайте праздничное собрание да и он назван первым днем а в следующем стихе в одиннадцатом написано на другой день га шаббат то есть вот это га как раз связывает нас с первым днем этого праздника понимаете то есть если бы этой приставки гэй не было то тогда можно было бы читать что на другой день после субботы ну которая будет но эта приставка гэй нас связывает именно с первым днем праздника Песох здесь пока понятно второй аргумент в пользу того что речь идет именно о другом дне после первого дня который идет праздника Песох то есть речь идет о шестнадцатом Ниссаном является именно то определение шаббата которое дается в двадцать третьей главе левит в начале бог говорит вот праздники мои суббота в третьем стихе написано шесть дней можно делать дела а в седьмой день суббота покоя священное собрание никакого дела не делайте это суббота господня во всех жилищах ваших если смотреть как написано на иврите то вот этот седьмой день суббота покоя как у нас переведено на иврите написано шаббат шабатон шаббат шабатон то есть не суббота покоя а шаббат шабат два раза шабат во второй главе бытие когда мы читали заповеди о субботе там не было такого в исходе двадцатой главе когда мы читали четвертую заповедь там тоже не было шабат шабат там просто шабат о котором говорится что не ты не дочь твоя не раб твой не вол твой не осел твой никто кто в жилищах твоих пусть не делает никакой работы вы знаете но там не было понятия шабат шабатон там было просто шабат и связывалось это понятие шабат именно с этим понятием никакой работы не работайте в 23 главе книги левит вводится более глубокое понимание того как бог понимает праздник шаббат он говорит шесть дней делайте всякие дела а седьмой день шаббат шабатон и когда мудрецы комментаторы торы начали разбираться что же за этим всем стоит вот послушайте некоторые их выводы шесть рабочих дней недели являются подготовкой к седьмому дню дню отдыха и покоя в самой субботе комментаторы выделяют две ступени святости сказано суббота суббот шабат шабат шабатон первое слово этого выражения суббота несет в себе идею отдыха от физической работы второе же слово шабатон выражает более высокий уровень нежели просто воздержание от усилий святость шабатона то есть вот этого второго уровня вносит в духовное пространство седьмого дня внутренний покой более высокий нежели физическое бездействие день покоя и святости даровал ты своему народу как бы попроще вам это сказать здесь речь идет не только о самом седьмом дне о его двух уровнях и когда через это понимание шабат шабатона смотришь на эти шесть дней которые надо работать то понимаешь что и эти шесть дней они в себе несут эти два уровня физической работы и работы нашей души чтобы к седьмому дню получить вот это освящение помните мы прошлый шабат очень подробно разбирали о том как приходит святость когда вы светите имя я освящаю вас заметьте чем отличается седьмой день по счету от праздников господних тем что с того дня как бог сотворил этот мир создал адама это был шестой день творения седьмой день начался шаббат и с тех пор вот этот семидневный цикл он не изменен с тех пор шесть дней седьмой день шаббат шесть дней седьмой день шаббат и он не изменен а вот даты праздников господних определение Песаха Шиваота Роша Шана Йом Кипура Сукота они напрямую связаны с определением того дня когда наступает новый месяц то есть от определения того на какой день выпадает новомесяч зависит на какой день недели выпадет тот или другой праздник господень и этим праздники господни отличаются от шаббата шаббат вообще не зависит ни от каких расчетов или вычислений так вот в понимании Бога как Бог говорит вот праздники мои еще раз прочитаю смотрите первый стих и сказал Господь Моисею говоря Левит 23 глава объяви сынам Израилем и скажи им о праздниках господних в которые должен созывать священное собрание вот праздники мои и третий стих шесть дней можно делать дела а седьмой день шаббат шабатон шесть дней можно делать дела седьмой день шабат шабатон и мы немножко поговорили о том что это значит шабат шабатон это уже намного больше чем просто не делать работу это оказывается еще связано и с нашей душой именно с тем покоем с той святостью которой Бог освящает нашу душу в этот день и для того чтобы это происходило оказывается нужно не только физически шесть дней работать но еще и шесть дней вести какую-то духовную работу в душе своей вы понимаете вот у экклезиаста 6-7 написано все труды человека для рта его а душа его не насыщается то есть шесть дней работаешь седьмой день шаббат день покоя никакой никакой работы не делаешь это понятно шесть дней ты работал для того чтобы рот свой прокормить седьмой день отдыхаешь а душа не насыщается то есть ты еще шесть дней должен работать и с тем чтобы душу насыщать а еще в матвее 11 главе говорит 28-29 стих придите ко мне все труждающиеся и бремененные и я успокою вас вот он этот шабатон не шабат а шабатон придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас возьмите иго мою на себя и научитесь от меня ибо я круток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим вот он как приходит шабатон в душу нашу когда мы шесть дней учимся у него а Бог ведь видит наши сердца видит наши каждодневные мысли чем мы каждый день озабочены куда наше сердце направлено каждый этот день вы понимаете что наше освящение в субботу вот этот шабатон для нашей души он напрямую связан с тем как мы трудились эти шесть дней учась от Ишуа Машех вы теперь видите насколько важно ежедневно приходить к слову божьему изучать его и через это слово просвечивать себя смотреть на свою душу где она не соответствует обрезать свое сердце от того что не соответствует и это наш напряженный духовный труд и в первую очередь мы проверяем себя на то насколько мы растем духовно это через наше отношение к нашим самым ближним которые живут в нашей семье дети жена родители и их отношение к нам потому что это самые ближние перед которыми ты такой какой есть седьмой день это и день отдыха от физической работы и день божьего покоя для твоей души и как вы понимаете бог с радостью и зальет на тебя весь свой шалом но принять ты сможешь именно столько сколько ты в шесть дней наработал но это как бы я вам немножко расширил божье понимание субботы это не просто шаббат первый уровень день отдыха а это шаббат шаббат то есть каждый седьмой день в понимании бога для нас должен быть шаббат шабатон не только день отдыха но и день освящения нашей души божьим естеством и это работает в нас если мы действительно шесть дней работаем не только на работе физической работой для рта но и духовной работой для насыщения нашей души потому что все труды человека для рта его а душа не насыщается если ты шесть дней душу свою не насыщал при всем твоем желании ну что ты можешь получить в шабатон в шабат и проблема не с богом не то что бог тебя обделяет проблема с тобой самим что ты сам себя обделяешь как вы думаете вот в этой 23 главе книги левит такое определение шаббата как шабат шабатон оно случайно или не случайно ну конечно не случайно и вот это определение шабат шабат оно как раз и дает нам понимание что когда мы читаем в левит 23 7 в первый день да будет у вас священное собрание никакой работы не работайте вот это никакой работы не работайте это только первый шабат видите как я уже говорил слово шабат это и суббота и праздник а если смотреть слово суббота во множественном числе то это еще и недели множественное число шабатот и в начале когда я вам читал вот эти разные переводы вульгаты и септуагинты в вульгате написано на другой день после шабата а в септуагинте на другой день после праздника то если задуматься над тем чей же перевод более достоверен то основываясь на понимании самого шабата как седьмого дня который бог называет шабат шабатон мы можем сказать что этот га шабат о котором говорится в одиннадцатом стихе как мы читаем мимо хорат га шабат на следующий день этого шабата то речь не идет о шабат шабатоне а речь идет основываясь на определении самого шаббат шабатона речь идет именно о шабате как празднике первого дня праздника Песох который сказано никакой работы не работать и есть еще третий аргумент в пользу того что первый сноп потрясания нужно приносить на другой день после первого дня праздника Песох а не на другой день после субботы очередной есть еще одно доказательство оно в Евангелии от Луки в шестой главе в первом стихе чтобы понять суть этого доказательства я напомню в Левит двадцать третьей главе в четырнадцатом стихе написано никакого никакого нового хлеба ни сушеных зерен ни зерен сырых не ешьте до того дня в который принесете приношение Богу вашему это вечное постановление в роды во всех жилищах ваших то есть о чем речь до дня принесения первого снопа снопа потрясания нельзя кушать из зерен нового урожая Евангелие от Луки в шестой главе в первом стихе мы читаем в субботу первую во втором дне Пасхи случилось ему проходить засеянными полями и ученики его срывали колоссе и ели растирая руками так вот в синодальном переводе в шесть один написано в субботу первую во втором дне Пасхи случилось ему проходить засеянными полями и ученики его срывали колоссе и ели растирая руками о чем это говорит о том что в субботу которая была вторым днем праздника Пасх то есть в тот год первый день праздника Пасх выпал на шестой день недели по светскому календарю это пятница шестой день недели в тот год первый день праздник Пасх выпал на шестой день недели на пятницу а второй день праздника Пасх выпадает на субботу во всех библиях которые сделаны на основе вульгаты этого указания нет если читать так как переводят вульгата и западные переводы то если Пасх выпал на пятницу то значит праздник первого снопа сноп потрясания надо приносить не в субботу рано утром а на следующий день после субботы в воскресенье рано утром и тогда получается что срывать колоссе есть можно только начиная с воскресенья потому что до того как принесен сноп потрясания нельзя есть новый урожай а здесь мы читаем что в субботу во второй день праздника Пасх ученики идут и срывают новые колоссе растирают и едят о чем это говорит это говорит о том что в субботу рано утром уже был принесен сноп потрясания там в храме и ученики знают что сегодня с утра был принесен хлеб потрясания и значит они уже могут срывать новые колоссе и кушать трудно согласиться с тем что ученики не знают этой заповеди они знают потому что они ученики Ешуа они знают потому что они амгарец и мы знаем что Ешуа не нарушил ни одной заповеди и вот этот текст в новом завете дает свидетельство того что счет Амэра надо начинать не с другого дня после очередной субботы а на другой день после первого дня праздника Пасх это что касается счета с какого дня считать есть еще два стиха которые в этом же контексте я их просто прочитаю чтобы дополнить картину это 15 стих 23 главы левит где мы читаем отчитайте себе от первого дня после праздника до того дня в который приносите сноп потрясания семь полных недель когда мы смотрим как звучит это на иврите то опять тот же самый оборот усфартем лахем мимо хорет га шаббат отчитайте себе от этого дня после мимо хорет га шаббат то есть вот это словосочетание мимо хорет га шаббат нас опять возвращает к тому 11 стиху который мы уже разбирали мимо хорет га шаббат вот тот второй день после первого дня праздника песах а дальше написано семь полных недель и на иврите звучит так шева шаббат тмимот тигена и вот это шева шаббат это как раз и есть вот шаббат это множительное число недели шаббат шева шаббат семь недель еще сказано вот это слово тмимот полных что значит полных семь полных недель то есть если допустим песах начинается первый день праздника песах начинается в третий день вот как в этом году было да то семь полных недель значит надо считать не до очередного шаббата и заканчивать счет недели а надо считать именно до третьего дня уже следующей недели вот тогда эти семь дней будут полных то есть может сложиться такое мнение что можно считать до шаббата ближайшего это уже будет считаться одна неделя и потом со следующего шаббата надо считать все остальные недели как шаббат за шаббатом так вот в Торе написано что отсчитай семь недель полных от того второго дня в который вы приносите сноп потрясания я когда смотрел по календарю вот это мимохорет га шаббат которая переводится на следующий день после этого дня праздника то вы знаете что получается что праздник шиваот 50 день выпадает именно на этот же день недели мимохорет га шаббат в который приносили первый сноб вот смотрите в этом году у нас было 15 ниссана это был вторник извините меня за светский сленг 16 ниссана была среда считаем 7 полных недель начиная от 16 ниссана открываю месяц сиван и смотрю значит вторник канун шиваот 49 день у нас на вторник выпал праздник Песох а среда в которой было 16 ниссана это четвертый день недели в которой мы приносили первый сноб это как раз и есть шестое сивана в которой празднуется праздник шиваот то есть что получается от праздника Песох до праздника шиваот ровно 50 дней еще еще один аргумент который я забыл вам сказать именно вот эта цифра 50 в исходе 3.12 написано давайте я прочитаю это очень важно и сказал Бог я буду с тобою и вот тебе знамение что я послал тебя когда ты выведешь народ из Египта вы совершите служение Богу на этой горе значит цель выхода из Египта служение Богу на этой горе то есть цель выхода из Египта не просто освобождение от физического рабства а цель выхода из Египта именно служение Богу на этой горе а теперь мне скажите 50 год что для вас означает это полная свобода от рабства когда ты входишь во владение всем своим наследством это юбилейный год так вот 50 дней от выхода из Египта до праздника Шиваот они не случайные это то же самое что мы должны получить мы должны совершить в свободе служение Богу в этот день и эти 50 дней они жестко связаны с днем выхода из Египта то есть со дня выхода из Египта до праздника Шиваот ровно 50 дней и цифра 50 нам говорит именно об этой полной свободе а если мы будем считать праздник Шиваот от следующей субботы которая будет ближайшей тогда мы приходим не на 50 день а на 54 53 в зависимости от того на какой день выпадает первый день праздника Песох и в итоге получается что это уже не 50 день это не юбилейная цифра это не свобода от всякого рабства то есть это еще один аргумент в пользу того что нужно начинать счет Амера со второго дня после первого дня праздника Песох а не на следующий день после очередной субботы так вот 15 стихе мы читаем Шева Шабатот 7 полных недель должны быть отсчитаны и в 16 стихе до первого дня после седьмой недели а в вульгате значит и в переводах западных церквей отчитайте 50 дней до дня который идет за седьмой субботой понимаете если смотреть что написано на иврите дословно звучит так Эд мимо хорит га шаббат до мимо хорит га шаббат опять то же самое словосочетание на другой день после этого праздника хашвиит тисфру хамишим йом до следующего дня после га шаббата седьмой отсчитайте 50 дней вот так если дословно переводить то что с иврита то есть семь полных недель до следующего дня после вот этого га шаббата будет как раз этот 50 день в который нужно праздновать праздник шиваот некоторые спрашивают и приводят это как аргументация если праздник шаваот должен всегда выпадать на шестое сивана то почему тогда бог не указал как он о всех других праздниках сказал первый день праздника Песах это 15 нисана праздник йом кипур 10 тишре праздник суккот 15 тишре почему бог про праздник шиваот не сказал что праздник шиваот надо праздновать шестного сивана зачем нужен вот этот счет весь и как бы приводят через эту аргументацию значит это связано с тем что этот день не будет всегда попадать на одно и то же число ну то есть если как они считают если в этом году мы праздновали первый день праздника Песах во вторник да и праздник вознесения первого снопа был в среду 16 нисана то отсчитать 50 дней 49 дней на 50 и мы как раз попадаем на 6 сивана а они будут считать со следующего дня воскресения у них тогда выпадет это ну минимум на 10 сивана то есть поезд как бы уже ушел и они вот соберутся на день пятидесятницы ну это католическая церковь православная так они еще 13 дней там у них разница в календарях а не еще позже и аргументация такая если бы это было в один и тот же день то тогда Богу не надо было бы указывать что нужно считать но суть вот этого счета 50 дней она говорит о том что праздник Шиваот это неотъемлемая часть праздника Песох это не какой-то отдельный праздник со своей датой а это завершающая часть праздника Песох так сказать то есть праздник Шиваот является неразрывно связан с выходом из Египта мудрецы называют Ацерет то есть в празднике Суккот есть Шмини Ацерет восьмой день праздника Суккот так вот в празднике Песох вот этот Шмини Ацерет это как раз и есть Шиваот и он является неотъемлемой частью самого праздника Песох поэтому от первого дня праздника Песох от дня выхода из Египта нужно считать сорок девять дней чтобы на пятидесятый день и мы теперь понимаем важность цифры пятьдесят как юбилея обрести вот эту полную свободу когда мы уже начинаем служить Богу на той горе на которую он нас ведет и мы видим что это уже дальше в уставе праздника Шиваот мы видим что в этот день нужно принести в жертву Богу два испеченных хлеба из муки пшеницы нового урожая только вот собранное и испечь их нужно кислыми и принести в жертву Богу и мы об этом уже много говорили то есть это первые плоды это первые плоды Господу которые уже из хлеба нового урожая не ячменя но нового урожая пшеницы приносится жертва Богу и хлеба испечены кислыми и я как-то вам уже говорил почему отличается счет Амера для нас новозаветных верующих от того счета Амера который сегодня в традиционном иудаизме потому что увод Меривы массы Меривы народ возроптал ожесточили сердце свое и я об этом книге пишу и в итоге Бог выводя свой народ из Египта как он обещал Аврааму он обещал всех их вести путем Авраама чтобы они шли слушая голос Бога и соблюдая заповеди Бога они отказались слушать голос Бога и в конечном итоге когда Бог начал говорить они сказали пусть Бог с нами не говорит хотя вроде как хотели и остались только с Торой которую Бог дал Моисею и поэтому сейчас счет Амеры в иудейской традиции он и связан с тем чтобы эти 50 дней очищать свою душу чтобы получить эту Тору но в принципе если посмотреть книгу чисел 28 главу то праздник Шиваот здесь назван праздником первых плодов 26 стих и в день первых плодов когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмице ваше то есть на 50 день да будет у вас священное собрание никакой работы не работайте видите праздник Шиваот здесь назван днем первых плодов эти плоды они еще кислые мудрецы задаются вопросом почему праздник Песох назван праздником пресных хлебов а почему праздник Песох не назван праздником освобождения от египетского рабства Тора называет праздник Песох не праздником исхода из Египта а праздником пресных хлебов мудрецы Торы комментаторы Торы говорят что пресные хлеба символизируют качество бетуль качество самоаннулирования качество самоустранения человека когда он считает себя ничего не значащим по отношению ко всевышнему если муку смешать с водой и не провести ее через огонь то через некоторое время тесто начнет подниматься так и человек который начинает познавать Тору но не проходит через огонь испытаний становится мудрецом в своих глазах становится больше чем он есть на самом деле и мудрецы говорят будь похожим нам отцу именно такие евреи вышли из Египта из Египта поэтому Песах и назван праздником пресных хлебов указывая на то кто именно из вышедших из Египта обрел свободу праздник Шаваот назван днем первых плодов эти плоды они еще кислые и вот в этом суть принесения первого снопа на второй день после праздника Песах нашего выхода из Египта по сути логика очень простая Бог освободил тебя от физического рабства ты 14 Ниссана вечером на заходе солнца 15 Ниссана ты радуешься и славишь Бога за это освобождение а 16 Ниссана с утра на рассвете ты приходишь и говоришь Господи вот она моя вся душа я ее посвящаю мою человеческую душу на служение тебе на служение тому слову живому которое ты послал жить в мое сердце и вот этот вот наш путь счета Амера изо дня в день до праздника Шиваот это как раз и есть путь посвящения нашей души в это слово то слово которое мы положили в основание когда выходили из Египта чтобы на праздник Шиваот принести уже первые плоды нового урожая Слово Божие у которого мы посеяли в себя да благословит всех нас Всевышний на этом пути Амин